На территории Кубани реализуется краевая программа капитального ремонта многоквартирного жилого фонда. Участие в ней дает возможность жильцам ремонтировать инженерные сети, кровли, фасады домов. Сумма на реконструкцию собирается за счет ежемесячных отчислений владельцев квартир в фонд капитального ремонта, который впоследствии берет на себя решение всех вопросов, начиная от выбора подрядчика и заканчивая контролем качества выполненных работ. Благодаря данной краевой программе уже успешно были отремонтированы десятки многоквартирных домов. Но, к сожалению, случаются и чрезвычайные ситуации, когда долгожданный ремонт оборачивается проблемами для жителей. В станице Петровской в трех многоквартирных домах приступили к капитальному ремонту крыш. Но радость жителей была недолгой. Из-за отсутствия достаточного количества рабочих, выполнить большой объем работ в кратчайшие сроки они не успели. Прошедшие дожди вызвали подтопление квартир, пострадала мебель, электропроводка. За помощью в решении этого вопроса жители обратились к главе района. Роман Сенеговский дал поручение руководителю управления жилищно-коммунального хозяйства встретиться с жителями, обсудить ситуацию и помочь в ее решении. На сходе граждан также присутствовал представитель подрядной организации, которая выполняла ремонт. Обменявшись мнениями, было принято решение привлечь дополнительных рабочих для завершения ремонта крыши. Что касается нанесенного ущерба, то по каждой квартире составлены акты и пострадавшим компенсируют убытки. Это будет либо ремонт за счет подрядчика, либо денежная компенсация. Все акты составлены. Затем фонд капремонта не подпишет выполнение работ, пока с вами, с каждым подрядная организация не договорится. Либо компенсирует, либо проведет работу. Это вы уже будете каждый с ним решать свои вопросы. Также на сходе жители подняли вопрос безопасности электропроводки, которая сильно намокла. Представитель подрядной организации пообещал помочь в решении и этого вопроса. Затронули электричество. Подрядная организация также примет в кратчайшие сроки меры, обследует своим электриком. Будет проведено обследование. Всех недочетов жителей составит реестр квартир, в которых пострадало электричество. И в ближайшее время это все будет устранено. Акт приемки проведенных работ будет подписан только в случае выполнения всех договоренностей. Завершить ремонт планируют в кратчайшие сроки, а затем приступить к устранению последствий потоплений в квартирах жителей.